Это вредительство, самое натуральное. Да нас истребить хотят побыстрее, а не вылечить. Убрать руки от тубиспансера требуют жители Рубцовска. Круглосуточный стационар закрывает по приказу Минздрава ровно через неделю. Такое решение люди называют кощунством. Потребовать нового здания необходимо очень срочно. Будут выпущены 350 больных на домашнее лечение. Они будут среди нас. Они этого сами не хотят. Закрывают вынужденно. На этом настояли прокуратура, Роспотребнадзор и Росздравнадзор. У тубиспансера, как признал сам министр здравоохранения Дмитрий Попов, нет лицензии. Цитата. На оказание безопасной медицинской помощи. Здание дышит наладом. Там не то что лечиться, находиться опасно. Если стационар продолжит работу, ведомства ждут судебное разбирательство и, возможно, крупный штраф. Отсюда и окончательное решение. Стационар прикрыть пациентов, отправить подальше. В Лебяжинскую туберкулезную больницу, что в 40 километрах от Рубцовска. Больные от такой перспективы отказываются. Говорят, лучше разойдутся по домам умирать. Будете ездить? Да вы что? У каждого семья, дом, квартира. Как все бросить? Они что придумали-то? Разве можно при такой заболеваемости в городе? Вы другие? Ищите ходы. Они отправляют за 50 километров. Алтайский край уже давно в черных списках по заболеваемости туберкулезом. Официальных данных Минздрав нам не предоставил. Несмотря на официальный запрос, информация есть в открытых источниках. Так, в прошлом году заболевших стало на 76 человек меньше, чем позапрошлом. Но показатель все равно высокий. Ежегодно инфицируется 87 человек на 100 тысяч населения. Умирает, по данным Алтай-Крайстата, 16 человек на 100 тысяч. Получается, четверть заболевших в Алтайском крае обречены. Кстати, если посмотреть соседей Новосибирскую и Кемеровскую области, то даже там смертность ниже. В 2017 году умерло 13 человек на 100 тысяч и почти 15 человек на 100 тысяч соответственно. Но наше здравоохранение лишь обращает внимание на положительную динамику. Тенденция к снижению заболеваемости туберкулеза. Так, за 9 месяцев в Алтайском крае заболеваемость снизилась на 12%. По Рубцовскому округу она снизилась на 8%. Возможно, возрастет. Вылечатся те, кто доедут до помощи за 40 километров. И это еще полбеды. Пациенты наслышаны об условиях пребывания в Лебяжинской больнице. Там такие условия, они невозможны. Какие условия, можешь сказать? В условиях там и по санитарии, и не ахти. Во-первых, там столовая, вообще отдельно говорят, надо ходить пешком туда. Ну, как-то, может, далеко куда-то пешком ходить, мы можем и другие болячки заработать. Там врачей как таковых нет, там заведующий главный врач. Там нету рентген-кабинета, это надо в Егорьевку ехать. Там нету рентген. Да, и все, едешь за свой счет туда. Кроме того, нет необходимых лекарств, жалуются пациенты. Часто у больных туберкулезом есть и дополнительные заболевания, к примеру, ВИЧ. А в Лебяжьем поддерживающая терапия отсутствует. Именно из-за этого, уверена Светлана, у нее там умер брат, пациент у больницы. Я когда справкой приезжала, забирала, от чего он умер, они тоже мне говорят, мы ему все давали, всю терапию давали. Ну, если человек прекрасно питался, прекрасный образ, жизнь не вел, не пил, ну, все, как бы это. Почему ему плохо-то стало так резко сразу? Они дали ответ? Они мне дали ответ, мы ни в чем не виноваты. Что в Лебяжьинской больнице пациентам вряд ли помогут, признают и врачи-тубиспансера Рубцовска. Они не одобряют переезд стационара. Лебяжьинская больница с замечательным воздухом, с какими-то там грязелечениями, она хорошо на заключительном этапе, как санаторное лечение. Но вот давайте зададим себе вопрос, да, если вам поставлен диагноз туберкулеза, и вам предстоит стационарное лечение, вы поедете в лес лечиться? Там отсутствуют и все необходимые лицензии, там нет интенсивной терапии, там нет реанимационного отделения. У Лебяжьинской больницы нет лицензии для того, чтобы в дальнейшем осуществлять выдачу больничных листов временной нетрудоспособности. И 50, примерно, процентов больных туберкулезом, они являются трудоспособными. Вот как выглядит туберкулезный медкластер в селе Лебяжье, он разделен на корпуса. Здесь лежат тяжелобольные с открытой формой туберкулеза, через 200 метров административный корпус. Там находится главврач, старшая медсестра больницы. А еще дальше находится столовая, до которой вынуждены ежедневно идти пешком тяжелобольные пациенты. Кстати, сама больница находится на улице с говорящим названием «Курортная». Медучреждение, к слову, молодое, ему всего 8 лет, с виду красота, а внутри сюрприз. Конечно, рентген-кабинета нет. Мы по договору, нас обслуживает ЦРБ в отдельные часы, то есть для того, чтобы не было контакта. Рентген-кабинета нет, все остальное, да, у нас функционирует. Значит, и пациенты у нас, лечение, тоже были статьи, что у нас абсолютно по четырем режимам мы пациентов своих лечим. Абсолютно вся химиотерапия, патогенетическое лечение у нас в полном составе. А условия? Какие больницы в этой? Прекрасные у нас условия, я не знаю. Здесь готовы принять пациентов из Рубцовска. Места есть, сейчас здесь занято 30 коек, свободно еще 70. Для их переезда главврач больницы готова выделить машину. Пусть лёгкая форма там будет лечиться, а у нас вот такие, которых надо подальше изолировать от общества. Понимаете, они в городском цикле, они абсолютно не нужны. Решить вопрос бесплатной доставки до больницы пообещал и министр здравоохранения. К слову, решать нужно скорее. 18 декабря круглосуточный стационар закроет свои двери. Временно поправляют чиновники. Правда, в приказе за подписью министра здравоохранения Дмитрия Попова о временно ничего не сказано. Тем более, временное пристанище от у больных до сих пор не найдено. Критерии отбора жесткие. Новое здание должно находиться в радиусе не менее 500 метров от жилых домов, школ и детских садов. А с этим в городе проблема, если это, конечно, не промзона. Там можно разгуляться, к примеру, разрушенный тракторный завод. От людей далеко, правда, восстанавливать его придется не один год. При этом переезд до сих пор лишь один из вариантов. Один вариант – съехаться и все службы в одно место. Другой вариант есть. Нашли, например, площади сегодня под поликлинику. Да, их надо приводить в соответствие. Стационар меньшей мощности остается в тех же условиях. Мы приводим его в соответствие. Вентиляцию делаем, все, что требуется. С водой решаем вопрос. Тем самым нам придется с этой площадки разделиться на две части. Стационар на этой площадке, поликлинику нашли в другом месте. Как такое? И третий вариант, который сегодня обсуждаем. Невозможно здесь ничего сделать. Ищем вообще иные здания и сооружения. Если пациент не желает лечиться в противотуберкулезном больнице в село Лебяжье, мы можем предложить другие площадки. Они есть, их достаточно в Алтайском крае. Но это же ехать тоже, но вырхать тебя с биском. Но это не та ситуация, которая бы могла препятствовать лечению. Главный физиатор края Ирина Анисимова считает, что для паники нет причин. Тех, кто нуждается в круглосуточном лечении, не так много. А возможность лечения оставшихся считает количеством коек. У нас есть Лебяжка 100 коек и Рубсовск 75 коек. По нормативам, которые рассчитываются по определенным формулам, необходимая потребность, с учетом больных, которые выявляются, прогнозированием выявления пациентов, данному округу необходимо 144 койки в абсолюте. На сегодняшний день у нас 175 коек. Очереди на госпитализацию нет никакой. В свою очередь пациенты уверены, что с закрытием даже временным стационара заболевших станет в разы больше. Неужели я буду ехать маршрутки, я буду сидеть, давиться и не смогу покашлять? Естественно, у меня кашель. Я буду кашлять. Хоть я и в руку, а оно-то разлетается. Куда оно? Ты так же сидишь рядом со мной, сидишь рядом со мной, ты со мной дышишь. При всем при этом Минздрав признает, что проблема со стационаром зрела годами. Но ее так и не решили. Хотя Минздрав, конечно, заверяет, что новое место найдет до конца декабря. Правда, стационар закроют уже через 7 дней. В интернете это уже приравнивают к геноциду.